Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля Расулиллах, аля али и асхаби, аману аля мабар. Следующий раздел в нашей книге говорит Хабзуна Кафир, Фаслун, Газвату Таев, военный поход на Таев. На прошлом уроке мы завершили рассмотрение военного похода в сторону Хунейна, или против племени какого Хавазин, говорили. И вот эти все военные походы, они связаны между собой, то есть составляют как бы цепочку. Открытие Мекки, затем Хунейн, затем поход на Таев. И в общем говоря, происходит сражение с одними и теми же людьми. То есть в Хунейне, как мы помним, Малик ибн Ауф ан-Насри сбежал с большинством своего военного отряда и скрылся где в крепостях Таев. Некоторые из них, мы говорили, отправились и разбежались в Аутас. Пророк, салату ассаламу, послал к ним в Аутас Абу Амира Аляшари и с теми, которые были в Аутасе, с ними разобрались. Вот теперь осталось разбираться с теми, которые убежали и скрылись в Таеве, в своих крепостях. Говорит, что касается правителя Хуазин, которого звали Малик ибн Ауф ан-Насри, то когда его войско потерпело поражение, он сбежал с поля боя и зашел вместе с племенем Сат-Иф в крепости Таев. Почему он зашел вместе с племенем Сат-Иф и в крепости Таев? Потому что в Таеве как раз и жило вот это вот племя Сат-Иф, то есть это их основная территория. И основной народ, который в Таеве жил, это и есть как раз племя Сат-Иф. И Хуазин в своей основе не из Таев, они как бы прямого отношения, подобно тому, как Сат-Иф имеет к Таеву, прямого отношения не имели. Поэтому они, Хуазин, разбежались в разные места, как мы говорили. Кто-то в Нахлю убежал, кто-то в Аутас убежал, и вот некоторые убежали куда? В Таев. При этом в Таев убежал в основном Са'киф. И вместе с ними зашел лидер и вождь кого? Хавазин. А Хавазин вместе с Маликом ибн Ауфом ан-Насри были или нет? Здесь была только часть. То есть небольшая часть войска из племени Хавазин зашла с ним вместе в Таев. Но в основе там были Са'киф. То есть получился Малик ибн Ауф ан-Насри как бы у них гость получился. Зашел с ними не из их людей. Но просто раз он с ними со всеми воевал и всех их собрал и ими всеми управлял, они его тоже с собой забрали куда? В Таев. Говорит и пророк, после того как разобрался с Хунейном, говорит не поехал в Мекку. То есть в сторону Мекки не поехал и также в Медину тоже возвращаться не стал. Но пришел куда? В Таев. Для того чтобы осаждать вот эти вот их крепости и вот эту вот их местность. Здесь необходимо указать то, что после того как завершилась битва при Хунейне, пророк, как мы сказали, взял огромное количество трофеев, также пленных, как женщин, так и детей и большое количество имущества. Так вот все это имущество пророк, саллиллаху алисалям, отправил в местечко, которое называется Джи'рана. Туда пророк, саллиллаху алисалям, отправил все это. То есть назначил одного из своих сподвижников управлять этим имуществом, этими женщинами пленными и детьми и так далее. И всех их собрали в одном месте и там дожидались, пока пророк, саллиллаху алисалям, вернется к ним для того, чтобы уже вот с этими вот трофеями и с этими женщинами, с этими детьми и так далее, всеми ими разбираться и делить их. Говорит, что касается срока, то есть в течение скольких дней пророк осаждал крепости Таифа, то относительно этого есть разногласия среди ученых. Некоторые сказали, что чуть больше 20 ночей, от 23 до 29. Некоторые сказали, что чуть больше 10, то есть от 13 до 19 ночей он их осаждал. И сказал Ибн Хазм, и вот это вот второе мнение является правильным без всякого сомнения, то есть то, что осада Таифа происходила более 10 дней. Культу говорит, что относительно этого мнения Ибн Хазма, и говорит, я не знаю, с чего взял Ибн Хазм, то, что это мнение является верным, тем более без сомнения, то есть говорит, я не знаю, на что он конкретно опирался в этом вопросе. Говорит, и возможно Ибн Хазм взял это из слов пророка, которые он произнес, Хавазин, то есть племя Хавазин, когда Хавазин пришли к нему, приняв ислам. Это придет, то что Хавазин приняли ислам, после этого и пришли к пророку, будучи мусульманами. Это у нас, иншаллах, придет. Говорит, пророк сказал, я ждал вас в течение 20 ночей. То есть, отсюда получается, где пророк, салаллаху алисалям, ждал их в течение 20 ночей. То есть, в это время он насаждал как раз Таиф. А что касается Хавазин, то у Хавазин были отняты их имущества, жены и дети, а они сами многие сбежали. Поэтому что, они сейчас как бы находились в раздумье, как им дальше поступать. И пророк, салаллаху алисалям, исходя из этого хадиса, что им сказал? Сказал, я вас ждал более 20 ночей. И отсюда некоторые ученые поняли, значит, осада Таифа происходила больше 20 ночей. Почему? Ну, потому что Хавазин пришли, пророку, салаллаху алисалям, принял Ислам именно после Таифа. То есть, после того, как он возвратился из Таифа. И здесь необходимо указать, что на самом деле в достоверном сборнике, то есть у имама Аль-Бухари, со слов Марвана ибн-Хакама, а также Аль-Мисвара ибн-Махрамы, этот хадис приходит со словом Бида Ашрата Лиля Хина Кафара Минат-Таиф. То есть, приходит указание на то у имама Аль-Бухари, со слов Марвана ибн-Хакама и Аль-Мисвара ибн-Махрамы, о том, что пророк, салаллаху алисалям, ожидал их в течение более 10 ночей. То есть, не 20 ночей, более 20 ночей, как говорит Хавазин ибн-Кафир, но более 10 ночей. Говорит, как Иссахих, ан-Аль-Масрамы ибн-Малик, на ради Аллаха ибн-Махрамы, более того, приходит в достоверном сборнике, то есть имеется в виду у имама Муслима, со слов Ан-Аль-Масрамы ибн-Малик о том, что Ан-Аль-Масрамы ибн-Малик сказал, Говорит, и сложно было взять их в крепости, потому что они сильно укрепились. И убили целую группу мусульман, обстреливая их стрелами и другими различными орудиями. Значит, что у нас получилось? У нас получилось разногласие в этом вопросе. Некоторые сказали, что пророк, салаллаху алисалям, осаждал Таев в течение более 10 ночей. Некоторые сказали, более 20 ночей, и это приходит, более 10 ночей приходит от сподвижников. Марвана ибн-Хакама и Мисура ибн-Махрамы. И третье мнение, то, что осада происходила в течение 40 ночей. И это пришло со слов Ан-Аль-Масрама ибн-Малик, также в достоверном сборнике у имама Муслима. Поэтому Аллаху алим, то есть, что было на самом деле. Но суть наша, то, что мы должны запомнить, то, что в этом вопросе имеется, что разногласие. Говорит, и пока пророк, салаллаху алисалям, их осаждал, он разрушил многое из их имущества. То есть, имущество кого? Саакив, которое было как бы вне их крепостей, снаружи. То, что было доступно пророку, салаллаху алисалям, он их имущество разрушил. Для того, чтобы враг не мог пользоваться этим, затем против мусульман. Говорит, и также обрубил многие из их виноградников. Но пророк, салаллаху алисалям, не смог в данном случае, что открыть их крепости. Вернулся с мусульманами без открытия крепости Таифа. И придет у нас дальше то, что племя Саакив, в итоге, тоже придут к пророку, салаллаху алисалям, приняв ислам. Это будет после битвы при Табуке. То есть, далее у нас придет по книге битва Табука. Вот после нее Саакив, то есть, в течение около 10 месяцев, будет находиться в раздумии. То есть, будут находиться в своем Таифе. И против них будет воевать Малик ибн Ауфан Насри. Как он оказался против них воюющим, у нас сегодня, иншаллах, придет. Но суть в том, что они в течение 10 месяцев будут думать, что им делать. Почему? Потому что они оказались окружены со всех сторон в своих крепостях, в своем городе, не могут выйти. То есть, если они выходили из своих крепостей, то Малик ибн Ауфан Насри сразу на них нападал. Кто-то может сказать, как Малик ибн Ауфан Насри на них нападал, если он сам с ними сидит, с племенем Саакив внутри их крепостей. Как мы сказали, это сейчас придет у нас немного далее, иншаллах, разъясним. Откуда он здесь взялся, наоборот, нападающим на них. И суть в том, что вот эти вот люди, племени Саакив, находясь в Таефе, внутри крепостей, как бы оказались в тупике, оказались в большой блокаде и не могли передвигаться по Аравийскому полуострову. У нас далее придет то, что на следующий год, то есть, это сейчас у нас, какой год мы обсуждаем? Мы обсуждаем сейчас 8-й год, конец, конец 8-го года. После месяца Рамадан, то есть, пророк, салаллаху асаляму, в Рамадан взял Мекку, затем Шаваль уже направился на Хунейн. Теперь уже идет примерно Зуртада, то есть, 20 дней, 10 дней он осаждал, может быть, 40 дней, осаждал что? Таеф. То есть, идет примерно Зуртада, конец этого месяца. Идет предпоследний месяц 8-го года. Так вот, в месяц Рамадан 9-го года, то есть, почти через год, где-то через 10 месяцев, племя Саакив выйдет из своих крепостей Таефа, приняв ислам, и отправится к пророку, салаллаху асаляму, для того, чтобы дать ему присягу. То есть, после того, как поймут, что больше им никакого выхода особого не остается, потому что они в окружении, единственные на Аравийском полуострове, то есть, основная, единственная мощная сила, которая могла что-то противоставлять пророку, салаллаху асаляму, поэтому они затем примут ислам. Это, иншаллах, у нас придет. И также указывается в источниках по Сирии, то, что пророк, салаллаху асаляму, сделал дуа за кого? За племя Саакив. То есть, после того, как вот эти вот Саакивиты, скажем так их назовем, убили некоторых из мусульман стрелами, когда пророк, салаллаху асаляму, с подвижниками их окружали, то есть, Саакив, и делали им блокаду. Некоторые из подвижников обратились к пророку, салаллаху асаляму, когда он уже возвращался из Таифа. Сказали, сделай против них дуа Всевышнему Аллаху асаляму асаляму. То есть, настолько упертые, что называется так, упорно стоят против ислама, и не хотят его принимать и убивать еще наших людей. И тогда пророк, салаллаху асаляму, сделал дуа наоборот. То же самое, примерно, что было сказано относительно Хавазин. Поэтому, как Хавазин, так и Саакив придут с принятием ислама к пророку, салаллаху асаляму. Так здесь, суть то, что мы поняли, значит, что пророк, салаллаху асаляму, Атаев открыть не смог и вернулся обратно. Фараджи ангум, видишь, и вернулся от них обратно. Говорит, фаата аль-жи'рана, но куда обратно? То есть, не в Мекку поехал, еще не в Медину поехал, но поехал в местечко, которое называется аль-жи'рана. Так зачем поехал в Джи'рану? Джи'рана это между Таефом и Меккой. Как мы сказали, там находились все пленные, женщины, дети, и там находилось имущество. То есть, для того, чтобы его разделить. Говорит, фаата аль-жи'рана, Говорит, фаата аль-жи'рана, Видишь, и в это место, то есть в Джи'рану, а в некоторых источниках приходят, то есть, сомнения. Они пришли в Джи'рану, или пришли к пророку, когда он уже был в Мекке. Но более распространенное то, что они пришли к нему, когда он еще был в Джи'ране. Говорит, пришли к нему, приняв ислам. Значит, хавазин, с которыми пророк, саллиллаху аль-жи'рана, сражался в Хуныне, и чье имущество детей и женщин забрал в качестве трофеев, они теперь приняли ислам и пришли к пророку, саллиллаху али-жи'рана. Говорит, И это еще до того, как он поделил все трофеи среди людей. То есть, женщин, детей, все это еще не успело быть рузданным. То есть, они пришли и попросили пророка, саллиллаху али-жи'рана, что называется, простить их и вернуть им их имущество, их детей и их жен. И приходит то, что некоторые из них сказали, нас с тобой связывает прямое родство. Какое родство? По молочному кормлению. Среди них был Банусаат ибн Бакар и другие. Что-то кто такое? Или кто такие племена Банусаат ибн Бакар? Вот это вот Халима ас-Саадия, помните, на первоначальных уроках мы брали этот вопрос. То есть, кто был кормилицей пророка, саллиллаху али-жи'рана, Халима ас-Саадия. Она как раз была из этого племени, или Бакар ибн Саад, точнее. И поэтому они сказали, то есть, среди тех женщин, которые находятся сейчас в ожидании, в джи'ране, то есть, в закрытом состоянии, ожидают, на кого их разделили твои родственницы, то есть, твои молочные родственники, как сестры и тому подобное. И говорит, не пойдет их сейчас делить среди людей в качестве пленных и в качестве рабы. И, более того, некоторые из них, приходит то, что одного из них звали Абу-Сурат, он указал на то, говорит, мы кормили, то есть, грудным молоком правителя нынешнего Шама и правителя нынешнего Ирака. Не имеется в виду прямых правителей, но одних из людей, которые были в Дауле, то есть, в государстве Ирака и в государстве Шама. Говорит, и думаем мы, что если бы мы попали в плен к ним, то есть, наши женщины, наши дети попали в плен к ним, то они бы отдали нам, наших женщин и детей, за то, что между нами и между ними, какое молочное родство. А ты говоришь, что хайрун маних фулюнаху, то есть, ты лучше, чем они, лучший родственник, чем они. Поэтому ты больше заслуживаешь того, чтобы вернуть нам наших жен и наших детей. Говорит, фахайярум, саллаллаху алисаляма, бейна зарарием, ва бейна муалием. И тогда пророк, саллаллаху алисаляма, дал им выбор. То есть, выбирайте, либо имущество выбирайте, либо женщин и детей выбирайте. То есть, что выберите? Говорит, фахтару зуррия, и они выбрали свое потомство. Фахайя, саллаллаху алисаляма, и тогда пророк, саллаллаху алисаляма, сказал, «Анна макана ли уалибани аль мутталиб фа волякум». Что касается того, что принадлежит мне конкретно, лично. То есть, пророк, саллаллаху алисаляма, был одним из участников сражения или нет, был. То есть, он тоже заслуживает свою долю из трофеев или нет, заслуживает. К тому же, он заслуживает, сколько? Пятую часть трофеев, которые должен поделить в качестве правителя. Это вам. А что касается другого имущества, то я отдать не могу, это не мое. То есть, это людей военных, которые сражались, это их имущество, их доля из трофеев. Я не могу просто взять, забрать у них это имущество и вам его отдать. И приходит также у ибну из хата, то, что пророк, саллаллаху алисаляма, им сказал, «Давайте, говорит, сделаем так. Я, говорит, прочитаю намаз Зохр, вы, говорит, находите и ждите его по нас, когда мы совершим намаз Зохр». Те же уже в качестве мусульман пришли или нет? В качестве мусульман тоже совершали с людьми намаз Зохр. Сказал, после намаза Зохр, кто-нибудь из вас пусть встанет и обратится, то есть, к мусульманам, то, что мы просим вас, берем себе за заступника, посланника Аллаха, саллаллаху алисаляма, и просим мусульман вернуть нам наших детей и наших жен. И затем, говорит, я встану и отдам вам все, что принадлежит мне. Мне ибанур мутталя то, что принадлежит, я вам отдам. И затем заступлюсь за вас. То есть, если люди не последуют за мной, то я буду за вас заступаться, чтобы они отдали ваших женщин и ваших детей вам. И действительно так и поступили. То есть, пророк, саллаллаху алисаляма, когда намаз Зохр закончил, один или два человека у них встали и как бы обратились к мусульманам. То, что у нас вот такая беда, наших женщин, детей забрали в качестве пленных и так далее. Мы просим вас, то есть, беря себе заступника пророка, саллаллаху алисаляма, чтобы вы нам вернули наши женщины и детей. И тогда действительно, что пророк, саллаллаху алисаляма, встал и отдал им свою долю. Сказал, что касается моей доли, то я отдаю. Говорит, И тогда мухаджиры и ансары также сказали, Что принадлежит нам, мы тоже отдаем посланнику Аллаха, саллаллаху алисаляма. То есть, значит, у нас получилась доля пророка, саллаллаху алисаляма, также доля бану аль-мутталиб, также доля всех ансаров и доля всех мухаджиров вернулась. Кому? К бану алисалям. Всех своих женщин, своих детей оставили. Но некоторые из лидеров других племен, которые тоже вместе с пророком, саллаллаху алисаляма, участвовали в походе на Хунейн и другие, они отказались, как сейчас придет. Говорит, и отказался. А это лидер племени Тамим. Он отказался отдавать своих женщин и детей, в том смысле, то, что перешло в качестве пленных к нему, он отказался к Алазину возвращать. Сказал, нет, мы участвовали в сражении, наша доля, мы отказываться не будем. Ансары это их дело, мухаджиры отказались, это их дело, мы не отказываемся. Ни я, ни мое племя бану Тамим отказываться не будем. То есть, как бы выступил за себя и за племя бану Тамим. Говорит, а также Уйейна ибн Хисун. Уйейна ибн Хисун это лидер какого племени? Лидер племени Фазари, то есть Фазаритов. Помните, кто он такой Уйейна ибн Хисун? Мы говорили то, что он управлял Ахатафаном, когда они отправлялись на Медину в качестве ахзаб, в качестве союзников. Помните, говорили то, что один из лидеров иудеев отправился к мекканцам, к урешитам, там их подговорил выйти на Медину. Затем отправился к Ахатафан, отправился к тем другим. Всех их собрал и договорились, что они пойдут для осады Медина. И говорили то, что урешиты вышли во главе с Абусуфианом ибн Харабом, а эти, то есть Ахатафан, вышли во главе с Уйейна ибн Хисун. Помним или нет? Вот этот вот Уйейна ибн Хисун затем принял ислам. Он принял ислам до открытия Медины. И также отказался. Видишь, он сказал, я и мое племя, то есть Азари, мы отказываемся, что отдавать вам то, что перешло к нам в нашу долю из женщин и их детей. Говорит, но посланник Аллаха указал им, что он им заменит это имущество. То есть сказал, хорошо, ваше право остается, мы вас не заставляем это имущество отдавать, оно ваше, законное ваше право. Но давайте сделаем так. Говорит, следующий поход, который я совершу, и те, которые, то есть те трофеи, которые я вам, я возьму, я отдам вам, я отдам вам из них больше, чем вы сейчас взяли. То есть вот этих вот женщин и детей отдайте, племени Хавази, потому что они мусульмане, приняли ислам и так далее. Вы их отдайте, а я вам потом заменю лучше. И тогда они действительно, что эти женщины и детей отдали взамен на это обещание пророка, саллаллаху алейху саляму. И тогда встал также Аль-Аббас ибн Мирдас ас-Сулями. А это уже лидер племени Бану Сулейм. Бану Сулейм, кто-таки Бану Сулейм, помним или нет, которые убили из подвижников при Бирмауне и так далее. Но затем они приняли ислам. И уже когда шли для открытия Мекки, мы говорили, Бану Сулейм было в количестве 700 или 1000 человек. Помним или нет, то есть это уже был большой, то есть вклад в количество войск ислама, то есть оставляли из себя Бану Сулейм. Так вот встал их лидер Аль-Аббас ибн Мирдас ас-Сулями, сказал, не, мы тоже не будем отдавать женщин и детей. Так же как поступили Аль-Акра ибн Хабис и Уейна ибн Хисм. Говорит, но его племя не согласилась с ним. Сказали, не, не, мы с тобой в этом не согласны, мы отдаем все, что нам принадлежит Аллаху и его посланнику. Пусть он им обратно отдаст этих женщин и этих детей. И тогда Аль-Аббас ибн Мирдас обратился к ним и сказал, вы меня опозорили, то есть, Субханаллах, я ваш лидер племени, я тут за все племя встал и начал разговаривать, а вы меня не поддержали. И затем, что сел. В общем говоря, отказались только два племени. Плейма Аль-Акра ибн Хабиса это племя Тамим и Уейна ибн Хисна это Аль-Фазари. Баль Тайебу маканна лагум ли Расули Ла, салаллаху ла салам. Видишь, они как бы Тайебу, то есть, как бы Таба тамфусу, они от своей души отдали то, что принадлежало им пророку, салаллаху ла салам. И говорит, женщины и детей отдали обратно Хавазину. То есть, в итоге, все женщины и все дети, которые были взяты в плен, все они вернулись к своим мужьям, отцам, сыновьям, братьям и так далее. То есть, к племени Хавазин все это обратно вернулось. Сколько, говорит, их было? Их было 6 тысяч человек. То есть, женщины и детей, все вместе было 6 тысяч человек. Как мы говорили, а что касается животных и скотины, то их вообще никто не смог даже посчитать. То есть, такое огромное было количество. И здесь, брат, большое указание в этом, то, что джигад, который ведется религией и ислам, и войсками ислама, в этих хадисах и в этих историях явное подтверждение тому, что цель от этого джигада, от этого вооруженного сражения с неверующими, не в том, чтобы забрать их имущество, их детей и тому подобное. Но цель от всего этого, самая наивысшая какая, это призыв людей к исламу. А иначе, пророк, салаллаху ла салам, ничего бы им в качестве возмещения, ничего бы им не отдавал. Пророк, салаллаху ла салам, как поступил, все это отдал. То есть, брат, представь, они могли этих пленных женщин, то есть, это рабы, получается, рабыни и рабы, могли их продать, то есть, это огромные деньги. Но, несмотря на это, пророк, салаллаху ла салам, всех их им вернул. Говорит, фи хим аш-шайма бинт-уль-Харис ибн Абдул-Узза, мин бани-саад ибн Бакар ибн Хавазин. Говорит, и среди женщин, то есть, которые были освобождены, была женщина, которую звали Аш-шайма бинт-уль-Харис ибн Абдул-Узза из племени Банусаад ибн Бакар, которые также возвращались к кому? К племени Хавазин, то есть, в общем. Ваи ухту, Расулилла, салаллаху ла салам, имнар-разааха. И ведь она была сестрой посланника Аллаха, салаллаху ла салам, по грудному кормлению. Фаакрама га ва атааха. И пророк, салаллаху ла салам, оказал ей почет и подарил ей подарки. А затем дал ей выбор. Хочешь, поехали со мной, будешь жить с нами в Медине, или хочешь, возвращайся в свой народ, в свой дом. И вот она выбрала вернуться к себе домой. И пророк, салаллаху ла салам, отпустил ее, то есть, с почетами, с чем, с подарками. Это в этом также указание на что? Что необходимо стараться, насколько это возможно, поддерживать родственные связи, дарить подарки, если это возможно, если это невозможно, то хотя бы поддерживать общение, насколько это возможно. Смотри, сегодня многие из нас, то есть, многие из русскоязычных мусульман, может быть, своего дедушку и бабушку не знают, не говоря уже, что, о более отдаленных родственников. То есть, тетя, дядя, это уже считается что-то далекое, не говоря уже о троюродных и так далее. А здесь, смотри, пророк, салаллаху ла салам, о сестру свою, которая не родная его сестра, и даже не двоюродная, и даже не по маме, не по папе и тому подобное. Но почему? Просто по грудному кормлению. Сегодня многие люди вообще понятия не имеют, кто их сестра по грудному кормлению и так далее. Есть они вообще такие родственники у него или нет, никто этим даже не интересуется. И смотри, пророк, салаллаху ла салам, Видно здесь, что он не поддерживал прямой связи с этой сестрой, как таковой, то есть пока находился в Медине, был в этих всех войсках, то есть военных походах и тому подобное. Но несмотря на то, что когда он встретился с ней и мог оказать ей почет и подарить ей подарки, пророк, саллиллаху алиусалям, это сделал. То есть поддерживал родственные связи, насколько это было возможно. Видишь, и говорится в некоторых источниках, то что Хавазин обратились к пророку, саллиллаху алиусалям, посредством этих своих родственных связей с ним. Сказали, мы с тобой родственники по молочному кормлению, поэтому окажи нам почет и верни нам наших женщин и детей. И действительно такое, как мы сказали, пришло. Затем, говорит пророк, саллиллаху алиусалям, все, что осталось, разделил между мусульманами. А что осталось? Осталось имущество. То есть женщин и детей не осталось, осталось только поделить имущество, то есть скотину, вооружение и тому подобное. Говорит и пророк, саллиллаху алиусалям, то есть особо наградил целую группу из лидеров, курешитов, а также других племен. То есть тех людей, которые либо уже приняли ислам, но еще твердо в нем не укрепились, либо те, которые склонялись к исламу, но еще его не приняли и были лидерами в своих племенах, пророк, саллиллаху алиусалям, дал им особые подарки. То есть эти трофеи не разделил всем одинаково, но дал им особые трофеи и особые подарки. Говорит и некоторым давал по 100 верблюдов, некоторым по 50 верблюдов и тому подобное. Приходит то, что пророк, саллиллаху алиусалям, дал, допустим, кому? Абу Суфиану ибн Харбу, 100 верблюдов. После этого, то есть когда делил трофеи при Джа'рани, также дал его сыну Муауи, также дал 100 верблюдов. Также дал кому? Акра ибн Хабису, которого отказался же возвращать женщине идти, тоже дал ему 100 верблюдов. И также Уейна ибн Хису, то есть из тех, кто получили по 100 верблюдов. И также некоторые еще и других людей, то есть нам они не являются знакомыми, поэтому упоминать их не будем. И что касается тех, кто получил 50 верблюдов и меньше этого, то среди них известный для нас Умейр ибн Уах аль-Джумахи. Помните, вот этот, который был специалистом в военном деле и потом поехал в Медину для того, чтобы убить пророка, саллиллаху алиусаляма, потом сам принял ислам. Вот ему пророк, саллиллаху алиусаляма, дал 50 верблюдов. Говорит, Говорит, приходит у имама Муслима со слов от Зухри о том, что пророк Сафвану ибн Умайи дал сразу 300 верблюдов. Приходит от Сафвана ибн Умайя с его же слов у имама Муслима. Говорит, Говорит, клянусь Аллахом, давал мне посланник Аллаху саллиллаху 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 саллил Но перемешивать с этим, то есть с добротой, если есть возможность дать что-то из подарков и тому подобное, это является правильным делом и не является чем-либо ошибочным. Но это не означает то, что весь призыв строится на имущественных вознаграждениях, на деньгах и тому подобное, как сегодня делают многие из хизбистов, партийцев и тому подобное. То есть у них во многом призыв строится именно на этом. В основе призыв должен строиться на чем? На знании. В основе должен строиться на доброте, на мудрости, на правильном взаимоотношении с людьми и тому подобные понятия. И вот так же, то, что делал посланник Аллаху, из тех подарков и тому подобное, и внимания, которые он оказывал имущественно, именно относительно определенных людей, тогда, когда у него была на это возможность, тоже является хорошим, правильным путем. И, что касается шибда, то есть жесткость и суровость призыва, то это применяется не как основа, но как скорее исключение, то есть в некоторых случаях, при необходимости. А основа призыва является что? Доброта, то есть доброта к людям и мягкость к ним. Говорит, и тогда пришло или дошло до пророка, дошли до него некоторые из слов ансаров, то есть некоторые из ансаров, и приходит указание на то, что это были молодые из них, то есть не взрослые из них, которые уже были, что называется, фукахат, то есть понимающими в религии глубоко, устоявшимися в религии и так далее. Но некоторые из молодых ансаров, как бы высказали свое возмущение относительно того, что пророк, саллиллау алисаляму, поделил таким образом трофеи. То, что некоторым из конкретных личностей он дал по 100 верблюдов, многим из племен дал большие трофеи, также хурешитам дал большие трофеи и тому подобное. А что касается ансаров, то ансарам из этого ничего как бы такого не досталось, то есть из дополнительных каких-то подарков ничего этого не досталось. И приходит то, что они сказали, некоторые из них, что пророк, саллиллау алисаляму, встретил свое племя, то есть начал, что когда хурешиты приняли ислам, забыл, то есть о нас, и все свое лицо повернул в сторону кого хурешитов. Как бы начал их что делать? Начал их оказывать им внимание и заботу, дарить им подарки и тому подобное. Некоторые же сказали, раздает хурешитам, в то время как наши мечи, то есть с них еще капает кровь хурешитов. Тогда, когда они еще были многобожниками, мы с ними сражались, так и мы также заслуживаем что-либо из этого. Говорит, и это дошло до пророка, саллиллау алисаляму, и тогда пророк, саллиллау алисаляму, собрал их одних. То есть никого больше не было. Пришел, то есть приходит то, что пророку, саллиллау алисаляму, пришел лидер ансаров, Саад ибн Убада. А почему Саад ибн Муаз не пришел? Саад ибн Муаз был уже что? К этому времени погибшим на пути Всевышнего Аллаха, как мы говорили, после битвы с Банум-Налыр или с Банум-Кайнука? После битвы при Курезе. Банум-Кайнука и Банум-Налыр, это просто для чего? Для засыпки. Значит, Саад ибн Муаз, поэтому здесь, естественно, присутствовать не мог. Но лидер ансаров, Саад ибн Убада, пришел к пророку, саллиллау алисаляму, и посланник Аллаха, саллиллау алисаляму, приказал ему собрать для него всех ансаров. То есть для того, чтобы посланник Аллаха мог к ним обратиться. Где это все происходило? Происходило все это Джаран, то есть все еще в этом месте. И приходит в некоторых из источников по Сирии, то что пришли также мухаджиры, то есть послушать, что скажет пророк, саллиллау алисаляму, но пророк, саллиллау алисаляму, их не пустил. То есть попросил оставить его только с кем? С ансарами один на один. И также пришли некоторые другие люди из других племен, их тоже не пустили. То есть пророк, саллиллау алисаляму, общался только с ансарами наедине. И так же, как обогатил их Всевышний Аллах, после того, как они были в нищете и в бедности, говорит и напомнил им о том, как Всевышний Аллах собрал их сердца и объединил их сердца после того, как они были на абсолютном рожде. То есть, хазраджиты с ауситами были на постоянной многолетней междоусобной войне. И вместе с этим их сердца объединились, и они стали братьями, и получили одно единое название, какое ансары. Говорит Фарадов, и тогда они остались довольными, и их сердца смягчились, да будет доволен ими Всевышний Аллах, и оставит довольными их. И приходит в этих источниках, также по Сирии, этот рассказ более подробно. То, что пророк сказал, что за слова у ансары, которые дошли от вас ко мне. Тогда они сказали то, что дошло до тебя, о посланник Аллах. То есть, некоторые из наших молодых такое высказали. И тогда посланник Аллах сказал, разве не пришел я к вам с верой, после того, как вы были неверующими, и вы стали из людей веры. Сказали да, и достоинство посланника Аллаха и его достоинство на нас еще больше, чем это. Сказали, разве вы не были бедными, и я пришел к вам, и Аллах обогатил вас посредством меня. То есть, посредством всех этих военных походов вы стали одними из самых богатых людей, после того, как вы не находили себе еды, может быть даже фиников и так далее. Сказали да, и посланник Аллах на нас имеет еще больше прав, чем это. Разве вы не были враждующими, и Всевышний Аллах обединил ваши сердца посредством меня. Сказали, да, и посланник Аллаха саллиллаху алисаляма больше имеет прав и достоинств на нас, чем даже это. И тогда посланник Аллаха саллиллаху алисаляма сказал им, а ля туджибу не я маширад ансар. Разве вы не ответите мне на мои слова о ансаре? Они сказали, бимазануджиба алик и арасулллах. Чем нам ответить тебе о посланник Аллаха? Сказал, если бы вы сказали в ответ моим словам, то вы были бы правдивыми, и я указал бы на то, что вы правдивы. Вы могли бы сказать, о посланник Аллаха, ты пришел к нам обвиняемым во лжи, и мы поверили в тебя. Ты пришел к нам изгнанным, и мы дали тебе приют. Ты пришел к нам одиноким, а мы окружили тебя. И тогда что ансары, то есть начали плакать от этих слов. То есть пророк саллиллаху алисалям указал, что если бы вы мне такое сказали сейчас в ответ на то, что сказал вам я, то вы были бы правы. То есть я указал бы на то, что вы являетесь правдивыми. И затем сказал, я, Машар Ансар, о народ ансаров, неужели вы недовольны тем, что люди уйдут по своим домам и по своим деревням с баранами и с верблюдами, а вы уйдете в свой город с посланником от Аллаха, саллиллаху алисалям. И сказали, да, мы довольны этим у посланника Аллаха. И после этого смягчились сердца ансаров и обрадовались они этому, что все люди ушли с животными и со скотины в свои дома, а они ушли с чем? С посланником Аллаха, саллиллаху алисаляма, перенимать от него мудрость, шариатские постановления, знания, его муаммаляты, его взаимоотношения с людьми и врать от него пример. То есть кто еще мог похвастаться этим и кто мог что сделать, гордиться этим и иметь такое достоинство от Всевышнего Аллаха, саллиллаху алисаляма. То есть, брат, согласись, то ли дело ты придешь к себе домой со ста верблюдами, которые будут стоять у тебя там где-нибудь в твоем загоне, что называется, или ты придешь самим посланником Аллаха, саллиллаху алисаляма, от которого ты будешь перенимать его благие качества, его знания, шариатские постановления и тому подобное. Когда ты будешь его постоянно окружать и совершать намазы за ним. То есть это не сравнится с тем, что получили люди. Поэтому Ибнам Каим в своей книге «Задан Магад» разбирает вот этот вот момент. Это говорит подобно тому, как человек раздает детям. То есть когда дети, например, что? Дети поссорились или что-либо подобное, дает им какие-либо подарки для того, чтобы смягчить из их сердца. Говорит, и вот эти вот люди, которым пророк, саллиллаху алисаляма, дал вот эти вот большие подарки, были подобны детям. То есть они нуждались вот в этих вот подарках для того, чтобы укрепились их сердца. Но пророк, саллиллаху алисаляма, зная силу веры ансаров, оставил их без ничего. Потому что знал то, что они не нуждаются ни в чем, но их вера настолько крепка, что они все равно не сойдут с этой веры, не сдвинутся от нее. И не нуждаются они в каких-то дополнительных вещах для того, чтобы укрепляться в вере. То есть они, говорит, получились как те люди, слабые люди, слабые в своей вере, которых необходимо было укрепить в этой вере. Или некоторые из них вообще были многобожниками, и их необходимо было сердца их склонить к исламу. То есть этим самым пророк, саллиллаху алисаляма, проявил великую мудрость в этом делении. И произвел это с приказа Всевышнего Аллаха, субхану ата'ала. И поэтому пророк, саллиллаху алисаляма, сказал ансарам, сказал, если бы не хиджра, то я был бы одним из людей ансаров. И если бы люди шли, направляясь куда-либо, разошлись по разным ши'р, то есть по разным ущельям и долинам, то я бы пошел бы по тому ущелью, по которому пошли ансары. И сказал, все люди, это для меня как внешняя одежда, а ансары для меня как внутренняя одежда. То есть они для меня близки, то есть они мои родные люди. А все остальные не мои родные люди, то есть они далеки от меня, так что приходится их задавливать вот такими вот подарками. И тогда сподвижники, что сделали ансары, смягчились их сердца, и они обрадовались этому и поняли мудрость Всевышнего Аллаха, субхану ата'ала, от этого. Как мы сказали, большинство ансаров, особенно взрослые из них и так далее, все это прекрасно понимали. Но это изошло из некоторой обиды, которая появилась в сердцах некоторых молодых подвижников или ансаров, которые высказали эти слова, то есть до конца не осознавая, что эти слова за собой несут. И в этом большие вещи также для призывающего. То есть человек должен вот эти вот все вещи, так же что делать, то есть все вещи проявлять к ним внимание и заботу. То есть должен обо всем этом, ко всему этому относиться внимательно. То есть и по-разному относиться к тем, кто вокруг тебя. То есть вокруг тебя могут быть разные группы людей и тому подобное. И твое отношение не должно быть ко всем одинаковым, но должно быть ко всем это отношение соответствующее. И представь, брат, если бы пророк, салаллаху ата'ала, не собрал бы ансаров и не разъяснил бы им эти понятия, и не увел бы, и не убрал бы из их сердец то, что в их сердцах появилось. Это было бы чем? Это было бы тем, что возможно укрепило бы в сердцах ансаров эту обиду. И могла произойти большая проблема в обществе. Поэтому призывающий человек тоже должен на эти вещи стараться, что делать, подмечать и оказывать на это свое внимание и заботу. То есть для того, чтобы сердца людей не остались в обиде относительно тебя. Это необходимо делать, насколько человек возможно. И естественно, насколько человек способен на это. И естественно, Всевышний Аллаху ата'ала не накладывает на душу людей больше, чем они способны. Говорит и так же одним из происшествий и ситуаций, которая произошла при делении вот этих вот трофеев, произошло то, что один из людей, которого звали Зуль Хуэйсара Ат-Тамими, которого звали Хуркус, Хуркус Фима-Ки, говорит Хабз-Микасир. Так об этом говорят. То есть он как бы указывает на то, что это неоднозначно. В этом есть какие-то разногласия или сомнения. То есть так говорят, что его звали Хуркус. Он говорит, что сделал Та'ана, Фитис-Матихи Тильк. Пророк, саллиллаху аль-Ассаляма, как бы уколол или критиковал за то деление, которое он произвел. Он сказал, говорит, будь справедлив, о Мухаммад, поясни, это твое деление, которое ты сделал, оно не является справедливым, и ты не хотел этим лика Аллаха. И это что? Вызвало серьезный гнев и обид у пророка, саллиллаху аль-Ассаляма. Он сказал, ой хак, горе тебе. То есть если я не буду справедливым, то кто будет справедливым? Если не будет справедливым Аллах и его послание, то кто будет соблюдать справедливость? И также Ибн-Артайм разъясняет вот этот вот момент и говорит, что это из глупости этого человека. То, что вот эту вот великую мудрость от этого деления, которую сделал пророк, саллиллаху аль-Ассаляма, по приказу Всевышнего Аллаха, этот человек не понял этого. То есть он считал, что должно быть все одинаково. То есть всем надо было раздать, а в одинаковой форме. И так поступают те, которые пришли после него из его потомков, из Хавариджи, будь то древних веков или современных веков. Их мышление плоское, и не понимают они мудрости шариата. И что касается вот этого вот человека, то есть Зульхуэйсра Аттамими, относительно него, имам Ассангани в своей книге Суббалюсалям говорит то, что говорят о нем то, что он был из Йемена. Но другие, некоторые из ученых говорят Фигиназар. В этом есть сомнения. То есть это слово не является правильным. Что касается того, является ли он сподвижником или нет, то есть кто такой Зульхуэйсра Аттамими? Он сахаби, то есть сподвижник или он не является сподвижником? Относительно этого также есть разногласия. И в основном, то есть в книгах о жизнеописании и биографии сподвижников он не приводится, то есть в качестве сподвижника. И приходит то, что Ибн Афир привел его в своем, как в качестве иститрака, в качестве дополнения к тем, которые забыты в книгах по биографии сподвижников, привел его имя. Но сказал Хавиз Ибн Хаджар, то есть в своей книге Али Саба, То есть я приостанавливаюсь относительно того, чтобы назвать его одним из сподвижников. И приходят слова Шейху Алуслама Ибн Тайми в его книге Ас-Сарим и Маслюль, где он указывает на то, что человек был мунафиком, был лицемером и не был одним из сподвижников. Говорит, не является правильным называть его сподвижником, но он был одним из лицемеров. И подобное же слово сказал Мула Али Аль-Кари. И вот это вот мнение является наиболее верным, потому что Зуль Хуэйсара не был из сподвижников, но он был из лицемеров, которые выявляли свой ислам. Это, иншаллах, ясно. И это доказывается многими из чего? Многими из доводов. То есть на это есть действительно доводы. И одним из доводов является то, что когда вот этот вот человек Зуль Хуэйсара Ат-Тамими высказал эти слова, Ромар Ибн Хаттаб сказал пророку Салаллаху Али Саляма, То есть дай мне, я отрублю голову этому лицемеру. И пророк Салаллаху Али Саляма не сказал ему о том, что нет, это не лицемер, он из мусульман и тому подобное, ничего подобного не сказал. Но просто сказал, оставь его, я не хочу, чтобы люди говорили, что Мухаммад убивает своих сподвижников. Потому что люди внешне думают, что эти все люди являются сподвижниками. А если бы пророк Салаллаху Али Саляма его казнил, то люди бы сказали казнить своих сподвижников. И поэтому также Шаху Али Саляма Али Саляма в своей книге Ас-Саре и Мас-Люн указывает на то, что пророк Салаллаху Али Саляма простил его в этом случае. То есть из-за маслаха, из-за выгоды, из-за пользы, которая в этом была. То есть опять-таки в вопросах распространения Ислама. И для того, чтобы потушить смуту. Говорит, и пророк Салаллаху Али Саляма проявил к нему кротость и простил его. После того, как некоторые из амиров, то есть некоторые из больших людей, среди сподвижников сказали, не отрубить ли нам его голову, как сказали. Это были слова кого? Умара и Бенхаттаба. И возможно приходит также, что кто-то и другой также высказал эти слова. И тогда пророк Салаллаху Али Саляма сказал нет. И затем сказал Поясни, из основы этого, то есть как бы из спины этого, выйдет такое потомство, которое будут читать в Куран, но он не будет проникать ниже их глоток. То есть будет останавливаться лишь на их глотках. В том смысле, что они не будут брать мудрости и пользы, и шариатские постановления правильным образом из книги Всевышнего Аллаха. Поэтому где бы вы их не встретили, убивайте их, потому что тот, кто убьет их, за это получает награду. То есть имеется ввиду за убийство Хариджита, награду Всевышнего Аллаха. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама мусульма. Говорит и пророк Салаллаху Али Саляма назначил управлять Малика Ибн Ауфа Аль-Насри над теми, из его людей, которые приняли Ислам. Говорит, и Малик Ибн Ауф Аль-Насри, говорит, к этому времени уже был принявшим Ислам, и его Ислам был прекрасным. И он, говорит, сочинил стихотворение, в котором восхвалял Посланника Аллаха Салаллаху Али-Насри. Эта косыда также приходит у Ибн Ахишама в его сии. Здесь необходимо указать вот эту историю, которую мы обещали привести. Здесь Илхав Ибн Ауф Аль-Насри не приводит. То есть, относительно Малика Ибн Ауфа Аль-Насри, когда пророк Салаллаху Али Саляма собрал племя Ауазин и вернул им их женщин, их детей и тому подобное. Он спросил, сказал, а где Малик Ибн Ауф Аль-Насри, то есть, где ваш лидер? Сказали, он находится в Таифе, то есть, крепостях вместе с Таифом. То есть, так и не вышел оттуда. Он сказал, скажите ему от меня или передайте ему от меня, если он придет ко мне мусульманинам, то я отдам ему всех его жен, всех его детей, все его имущество, и еще плюс к этому дам ему 100 верблюдов, если придет он ко мне мусульманинам. И это дошло до Малика Ибн Ауфа Аль-Насри, и он незаметным образом вышел откуда? Вышел из крепостей Сахрифа, то есть, для того, чтобы его никто не заметил. Вышел из этих крепостей и отправился к посланнику Аллаха Салаллаху Али-Насри и принял в действительности Ислам. И посланник Аллаха Салаллаху Али-Насри выполнил свое обещание, то есть, не наказал его чем-либо, наоборот, вернул ему его жен, детей, его имущество и подарил ему плюс к этому 100 верблюдов. Также он был из тех, кому было дано 100 верблюдов, его мы не называли ранее. И, более того, плюс ко всему этому, пророк Салаллаху Али-Насри дал ему больше, чем ему обещал, поставил его управлять его же народом, то есть, оставил его на уровне кого управляющего, на его должности, что называется. Не лишил его этого уровня, этой должности. И здесь мы также забыли отметить, необходимо было это указать, то, что когда пророк Салаллаху Али-Насри совершал осаду Таифа определенное количество дней, в это время из Таифа сбежали некоторые из рабов, которые приняли Ислам там среди них и хотели убежать из Таифа, но не могли этого сделать. Вот во время сражения, то есть, пророк Салаллаху Али-Насри, когда свои войска расположил около крепости Таифа, некоторые из рабов, принявших Ислам из племени Таиф, вышли из этих крепостей и пришли к пророку Салаллаху Али-Насри, и пророк Салаллаху Али-Насри всех их выкупил из рабства, то есть, освободил их из рабства. И среди них был Абу-Бакра. Абу-Бакра, не Абу-Бакра Саддет, а кто? Абу-Бакра. Как его звали? Нуфея ибн-Харис. Нуфея ибн-Харис. И потом приходит то, что племя вот этого Таифа или Хавазин, когда пришли к пророку Салаллаху Али-Насри, принял Ислам, они также попросили вернуть им этих рабов, но пророк Салаллаху Али-Насри их не вернул. То есть, сказал бы, они были освобождены ради лика Всевышнего Аллаха Салаллаху Али-Насри, и больше они не рабы и к вам не вернутся в качестве рабов. Вот здесь вот, значит, Абу-Бакрата, нофея ибн-Харис в этом именно сражении, в этом военном походе принял Ислам. Вот это вот запомнили или нет? Это, иншаллах, также запомнили. Просто сподвижник тоже довольно известный, приходит от него немалое количество хадисов, и будет хорошо, если мы запомним вот эту вот часть его биографии, иншаллах. И также из того, что мы не упомянули относительно военного похода на Таиф, то есть, опять-таки, забыли это упомянуть, и в книге также это не приходит, то, что пророк, салаллаху али-саляма, приехал в сторону Таифа сзади, то есть, не так, как обычно приезжают с северной стороны, то есть, со стороны Мекки, а приехал сзади, с какой? Со стороны Джуну, то есть, с южной стороны. Чему? Потому что с передней стороны, то есть, как обычно ехали из Мекки в Таиф, были хорошие укрепленные крепости, поэтому там вообще не было никакого смысла с этой стороны этот Таиф осаждать. Поэтому пророк, салаллаху али-саляма, приехал сзади них. И получилось так, что они расположились близко к этим крепостям на расстоянии полета стрелы. Поэтому вот эти вот люди, саттефиты, которые находились внутри крепости, устроили большой такой насыщенный обстрел сподвижников и сразу несколько сподвижников было убито при осаде Таефа. Поэтому затем мусульмане отошли подальше и не могли приближаться к этим крепостям из-за вот этого вот постоянного чего обстрела стрелами. То, что сегодня называется, можно сказать, как снайперский огонь был. То есть защищал крепость, снайперский огонь, любой, кто пытался подойти, его обстреливали либо стрелами, либо еще какими-либо орудиями. И поэтому пророк, салаллаху алисаляму, после того, как затянулась вот эта вот осада, сказал, все, то есть смысла здесь находиться нет, возвращаемся обратно куда? Возвращаемся обратно, то есть уходим отсюда. И тогда сподвижники некоторые, что сделали? Возмутились. То есть как бы сказали, субханаллах, столько осаждали и увидим, так и не открыв Таеф, давай еще, то есть предпримем некоторые попытки. И тогда пророк, салаллаху алисаляму, сказал им, давайте же тогда вступайте в бой. И они что, вступили в бой, и после этого опять оказались обстрелены стрелами, и многие из них оказались ранеными, то есть получили серьезные ранения. И пророк, салаллаху алисаляму, тогда сказал, гадам нахмукафилюн, иншаллах, то есть завтра, иншаллах, мы будем возвращаться обратно. И тогда все сподвижники уже что, дружно с этим согласились, и пророк, салаллаху алисаляму, посмеялся, то есть улыбнулся на это, потому что когда уже сподвижники получили дополнительные ранения, поняли, что действительно здесь делать нечего, то есть не получится этот Таеф завоевать. И согласились тогда с пророком, салаллаху алисаляму, и пророк, салаллаху алисаляму, отправился куда? Сказали, в сторону Джи'араны. Говорит, и тогда пророк, салаллаху алисаляму, из Джи'араны отправился в Мекку, совершая умру, то есть сразу из Джи'араны не поехал в Медину, а решил совершить умру, обратно заехав в Мекку. Джи'арана вообще находится где у нас? Она находится не на Харам, то есть не на запретной территории, до нее, но близко от Харама, поэтому пророк, салаллаху алисаляму, оттуда как бы зашел, совершая умру. И после того, как он завершил эту свою умру, он отправился куда? В Медину. Это была какая по счету умра пророка, салаллаху алисаляму? Третья. То есть первая была умра года Худейби, когда его не пустили в Мекку, вторая через год, как в качестве соблюдения вот этого договора, который они заключили с прорушитами, с Сухейлибн Амрам, и третья умра вот эта вот, которую он совершил из Джи'араны. И четвертая умра, которую пророк, салаллаху алисаляму, совершит, это вместе с прощайным хаджем. Поэтому в итоге получается, что пророк, салаллаху алисаляму, совершит 4 умра. И что касается Сухейлибн Амрама, то про него также забыли сказать, ему тоже пророк, салаллаху алисаляму, дал 100 верблюдов. То есть он был также одним из них. И также Хаким Ибн Хизам. Значит, Сухейлибн Амрам и Хаким Ибн Хизам также получили сколько по 100 верблюдов от пророка, салаллаху алисаляму, при Джи'аране. Говорит, и хадж, который был в этом году пророк, на него не остался, то есть совершил умру и отправился куда-то обратно, в Медину. Как мы говорили ранее, пророк оставил управлять Меккой Аттаба ибну Асида, поэтому именно он возглавил руководство хаджем этого года. Но здесь необходимо указать на то, что в этом году мусульмане совершали хадж вместе с многобожниками, то есть еще те племена, которые оставались на многобожии, на различных частях Аравийского полуострова, тоже приехали в хадж, как они это делали каждый год. И поэтому в этом году получился хадж какой? Смешанный, то есть мусульмане делали хадж вместе с многобожниками. А на следующий год, в девятый год уже получается хиджры, также пророк, салаллаху ассаляму, не отправится в хадж, но пошлет кого? Абу Бакра Ассаддепа, также Али ибна Виталиеву пошлет, также Абу Хурейру пошлет, но возглавлять хадж будет кто? Абу Бакр. И там они уже возгласят, что после этого года многобожник не должен участвовать при совершении хаджа. И потом уже на следующий год, десятый год, уже сам пророк, салаллаху ассаляму, отправится куда? На прощальный хадж, иншаллах. Это у нас также в книге придет без нелла. Говорит, факана аввала, ман хаджа бин нас, мин умара ин мусульмин. Поэтому, говорит он, то есть Аттаб ибн Ассид, был первым, кто был назначен амиром над хаджем, то есть над мусульманами. И, как известно, на протяжении всех веков, каждый год совершается хадж. Мекко совершается под амиром, то есть не совершается просто так в хаосном состоянии, кто попал, кто куда едет, нет. То есть есть управляющий, который управляет совершением хаджа, каждый год. И это является установленной суммой пророка, салаллаху ассаляму. Значит, первым таким амиром, кто был Аттаб ибн Ассид. Вот эти вот вещи хорошо было бы нам запоминать. То есть, кто был первым, кто принял ислам, кто был первым, кто пустил стрелу в исламе, кто был первым шахидом, кто был первым, кто взял трофеи, кто был и так далее. И относительно Аттаба ибн Ассида, значит, поняли, что он был первым, кто был амиром над хаджем в восьмом году хиджры. И вместе с Аттабом ибн Ассидом пророк, салаллаху ассаляму, оставил в Мекке Муаза ибн Джаббаля, для того, чтобы он занимался обучением мусульман, которые были еще недавно принявшими ислам. Соответственно, нуждались в знаниях относительно шариатских постановлений, религиозных знаний и тому подобное. Поэтому пророк, салаллаху ассаляму, оставил вместо себя кого Муаза ибн Джаббаля обучать людей. На этом мы завершили вот этот вот раздел, который называется «Газвату Таев». После этого пророк, салаллаху ассаляму, отправился куда обратно к себе домой, в Медину. И не остался в Мекке. То есть приходит то, что многие зонцару боялись, что он останется в Мекке. Но пророк, салаллаху ассаляму, отправился с ними куда? В Медину. И далее у нас по книге приходит также очень важный поход, который совершил пророк, салаллаху ассаляму, который называется «Газвату Табук». То есть военный поход на Табук, он у нас придет, иншаллах, на следующем уроке в Езнина. Субханакаллаху.